По данным Краевого оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего выявлено и подтверждено 3582 случая. В Славянском районе с начала пандемии зафиксировано 39 фактов заражения COVID-19. С целью недопущения второго всплеска заболеваемости карантин на Кубани продлен до 6 июня. В связи с этим все приезжающие в регион обязаны соблюдать 14-дневный режим изоляции. Ежедневно на железнодорожную станцию протока прибывают поезда из разных регионов страны. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, приехавших в наш район встречают не только родственники и знакомые, но и сотрудники полиции совместно с казачеством и представителями администрации. Вы прибыли, да? Мы домой, домой. Прибыли, проходите. Всем прибывшим вручаются уведомления о необходимости соблюдать 14-дневный режим изоляции. Записываются личные данные, а также место проживания в районе. Те, кто имеет недвижимость в крае, смогут две недели провести дома, но за ними будет организован контроль, чтобы не допустить нарушений карантина. Остальных будут отправлять в обсерватор. В соответствии с решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ежедневно мы контролируем приезд граждан на территорию нашего железнодорожного вокзала протока, с различных территорий, в том числе с субъектов Российской Федерации. Цель нашего контроля – это, безусловно, уведомить граждан о соблюдении режима самоизоляции при возвращении с регионов, где также распространяется коронавирусная инфекция, и определить механизмы этой самоизоляции. Если гражданин имеет прописку Краснодарского края или недвижимость на территории нашего района, он отправляется через заполнение соответствующих уведомлений на территорию того жилья, где он постоянно проживает. Если же гражданин прописан и на территории других субъектов Российской Федерации не имеет недвижимости, мы его определяем в обсерватор, который находится в городе Анапа. Режим карантина распространяется на всех прибывших. За нарушение двухнедельной изоляции граждане будут привлечены к административной ответственности. И надо понимать, что подобные меры направлены не для того, чтобы ущемить права и свободу людей, а чтобы предотвратить распространение коронавируса, сохранить жизнь и здоровье жителей района. Поэтому ко всем требованиям необходимо относиться со всей серьезностью. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».